В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Тольятти сотрудники областного управления ФСБ проверили объекты промзоны на улицах Новозаводской и Ларина. Как оказалось, на территории одной из баз в цехах работало сразу четыре технологические линии по производству подделки. Это контрафактная водка, коньяк и вино. Неподалеку располагался и склад, где хранили уже разлитую бутылки и готовую к продаже опасную для здоровья жидкость. Оперативники насчитали почти 2000 бутылок. Кроме того, изъято 8 тонн спирта, содержащей смеси, 2 тонны спирта и поддельные акцизные марки. Кроме того, в производственных помещениях и жилых комнатах находились почти 90 иностранцев из Узбекистана и Киргизии. Они занимались производством контрафакта. 8 человек находились в России незаконно. Они переданы полиции. Сейчас силовики устанавливают личность организатора незаконного бизнеса. Водителя фуры, насмерть сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП взяли под стражу. По факту аварии проводят проверку. Напомню, инцидент произошел 21 июля около полуночи на въезде в микрорайон Южный город. По данным полиции, водитель грузовика наехал на мужчину, который ехал по дороге на велосипеде. После чего скрылся с места аварии, а велосипедист скончался на месте от полученных травм. Известно, что мужчине буквально оторвало голову. Полицейские задержали водителя неподалеку от места аварии. Он утверждает, что все произошедшее – трагическая случайность. Я все, я проехал его. Оставалось вот, вот, 10 секунд. Самый край. Как говорится, я же его объехал. Все нормально. А что я, зеркало темное. Я потихоньку поехал. Наказание в этом случае – административный арест либо лишение права управления транспортными средствами. Всего в текущем году у нас было зарегистрировано 242 подобных ДТП. В 77% случаев водители были установлены и привлечены к административной ответственности. В Красноглинском районе столкнулись два мотоцикла и легковой автомобиль. Пострадали 6 человек. Двое мужчин на байках двигались параллельно по улице Сергея Лозова в направлении улицы Ногина. Они не уступили дорогу автомобилю, у которого было преимущество, и столкнулись с ним. В результате оба мотоциклиста, их пассажирки, а также водитель и 17-летняя пассажирка легковушки получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу. С 1 сентября водительские права смогут получить только самые подготовленные курсанты автошкол. Вступают в силу новые правила сдачи квалификационных экзаменов. Об этом руководители РЭО напомнили представителям городских автошкол. У директоров специализированных учебных заведений было полтора года на подготовку своих автодромов. Сейчас в Самаре работают семь тренировочных площадок, которые соответствуют новым правилам. Количество упражнений для сдающего автодром увеличится в два раза. Теперь их будет шесть вместо трех. Изменения коснулись и теоретической части экзамена. Билет будет состоять из 30 вопросов вместо 20. Но все это только на пользу, уверены сотрудники РЭО. Я утверждаю, что мы являемся тем фильтром, который, скажем так, неблагонадежных водителей не допускает к участию в дорожном движении. Я считаю необходимым вот это вступление этого регламента. А он до такой степени серьезен, что мы, если будем его исполнять, я думаю, больше фильтров не нужно. Стоп, кирпич, помеха справа. Сотрудники ГИБДД приехали в детский лагерь, чтобы напомнить подросткам о правилах дорожного движения. А все из-за неутешительной статистики. С начала года в Самаре погибли двое детей. И зачастую правила нарушают именно пешеходы. После занятия каждый ребенок получил сувенир и новые знания, которые смело может применять на практике. На самокате, как на автомобиле, 15-летний Кирилл Юдинцев мечтает выучиться на права уже в 16, чтобы в 18 было проще получить их. Пока тренируется на малогабаритном транспорте, правда, не очень удобно, признается мальчик. Сложно было, что самокат был маленький, мне было очень неудобно ездить. Вот это было сложнее всего. И я один знак перепутал там. Я сказал, что там знак был одностороннее движение, а это был другой знак какой-то. Стыдно немножко. С начала года в Самарской области в ДТП погибли пятеро детей. Почти 250 получили травмы разной тяжести. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят выездные уроки на своем агитационном фургоне. Сегодня посетили детский оздоровительный лагерь «Золотая рыбка». От теории к практике регулировщик направляет участников дорожного движения. Оказывается, многие подростки не знают элементарных правил. Многие дети все-таки, не все знают знак стоп, перед которым необходимо остановиться и после этого продолжить движение. Не все знают. Сегодня, так скажем, мы им хотим показать и покажем о том, что когда необходимо предоставлять преимущество все-таки в движении транспортных средствам. Это простой пример помеха справа. Профилактические занятия с детьми продолжаются. Сотрудников ГИБДД можно встретить и во дворах, где они развешивают информационные листовки и проводят беседы с детьми и их родителями. Ведь чтобы снизить количество ДТП с участием детей, контролировать ситуацию должны не только полицейские, но и семьи, в которых эти дети растут. В Крутых ключах около торгового центра горел автомобиль. Вазовская приора. Он загорелся прямо во время движения. Столб черного дыма виднелся издалека. На место возгорания автомобиля выехала пожарная бригада. Огонь был потушен. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Кенельский районный суд вынес приговор директору ООО «Партнер». Его признали виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. В сентябре 2015 года вагонно-ремонтное ДПО «Кенеля» сдало на хранение фирме подсудимого 70 колесных и 75 боковых рам. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Партнер» сдал запчасти в металлолом и получил более 600 тысяч рублей. У подсудимого двое несовершеннолетних детей, поэтому суд назначил ему условное наказание сроком 2 года, а также выплату компенсации за похищенное имущество. Жители области разоружаются. За полгода в полицию они добровольно сдали 35 единиц гладкоствольного оружия, более 10 тысяч патронов, огнестрельное оружие, 4 автомата и 9 взрывных устройств. По фактам добровольной сдачи были проведены проверки. Общая сумма денежных вознаграждений составила около 300 тысяч рублей. Верно служить родине и ее народу в уголовной исполнительной системе региона. Пополнение. Присягу приняли более 20 бывших курсантов Самарского юридического института в Синроссии. Те без исключения прошли строгий отбор. Впереди у новоиспеченных офицеров распределение. А сегодня на лицах волнение, а в душе гордость. После службы в вооруженных силах, как бы понравилось служить, выбирал между службами, решил пойти в эту систему. Понравилась мне сама работа. Морально очень трудная, конечно, работа, но мы все справились, все выбрали свой жизненный путь, определились окончательно. Вот мы очень тщательно, но сейчас относимся к подбору, поэтому я не зря сказал, что уже не прошли жесткий отбор на службу. Они прошли медицинский осмотр, медицинскую комиссию, психологическую подготовку. Также сдавали вступительные зачеты и экзамены. После этого проходили, были зачислены на службу. Их знания, опыт и навыки послужат во благо Российской Федерации. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok